МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин снова возглавил рейтинг самых влиятельных людей по версии Форбс. Крым становится альтернативой зарубежному курорту. Новые нормы в свидетельствах о рождении. Президент России Владимир Путин в третий раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Форбс. Второе место заняла канцлер Германии Ангела Меркель. На третьем месте президент США Барак Обама. Форбс составляет рейтинг самых влиятельных людей мира ежегодно. Рейтинг носит субъективный характер. В список самых влиятельных людей мира включаются не только политики, но и бизнесмены, а также общественные и культурные деятели. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился разработать для полуострова туристические предложения, которые не уступали бы по цене и качеству отдыху в Египте и Турции. А также поручил оперативно подготовить места для размещения туристов. Собраны все материалы для оказания информационной и организационной поддержки туристическим операторам. Крым готов стать альтернативой зарубежным курортом и более активно развивать внутренний российский туризм. Южный берег Крыма идеально подходит для отдыха и общего оздоровления, заявил глава республики. Убитый весной 2014 года крымско-татарский активист Ришат Аметов выступал против политики Меджриса и украинских властей. Об этом на своей странице в сети Facebook заявил крымский общественный деятель Мурат Язаджиев. По его словам, гибель Аметова не носит бытовой характер, так как убитый имел активную гражданскую позицию и неоднократно выступал против политики Меджриса и украинских властей. Ришат Аметов имел смелость активно высказываться против тогда еще действующего на территории республики Меджриса, называя Арифата Чубарова нарциссом, а Мустафу Джамилева жалкой мойской, пишет Язаджиев. Аметов призывал соотечественников выйти на площадь города для восстановления прав крымско-татарского народа на язык, топонимику и государственность. Язаджиев поставил Аметова в один ряд с другими погибшими крымско-татарскими активистами Юрием Османовым и Нориком Шириным, которые также, по его мнению, стали жертвами не признающих инакомыслия руководителей Меджриса. В Меджрисовской среде инакомыслия, не прощая Чубаров и Джамилев, играя роль добродетелей, умело манипулировали крымскими татарами, подчеркнули Язаджиев. Иные, такие как Юрий Бекирович Усманов, Ришат Аметов, Норик Ширин, представляли угрозу для имиджа Меджриса. 39-летний Симферополис, сосед строих детей Ришат Аметов, пропал в марте 2014 года. Впоследствии его тело было обнаружено возле села Сземляничное Белогорского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело, которое не раскрыто до сих пор. Житель микрорайона Фонтана в Симферополе Абдуль Каракаш продолжает борьбу с рейдерским захватом своего земельного участка площадью 8 соток. По его словам, расположенный в микрорайоне Фонтана земельный участок достался ему в наследство от матери Айше Каракаш, умершей в мае этого года в возрасте 89 лет. 15 сентября на заборе участка появилось объявление от якобы новых владельцев, что он должен освободить территорию от строительных материалов. Впоследствии их представитель предлагал 200 тысяч за их согласие, а 28 октября приехали грузовые машины, рабочие и приприняли попытку захватить землю и вывести строй материалы. Появились новые владельцы участка якобы, у них все документы, перед нами вот так размахивают и чинят беспредел здесь. Прошу руководства, органы разобраться до конца. Справедливость восторжествовала. Центральный районный суд Симферополя оперативно вынес решение о запрете сноса сооружений на участке. Однако, вопреки решению суда, незаконные владельцы снова попытались захватить участок. За 4 дня здесь была нанята охрана частная, Нева, стояли КамАЗы, по 3 КамАЗа, краны, экскаваторы и нас выталкивали. Я просто-напросто была свидетелем того, что здесь отворилось, как говорится. Здесь, я не знаю, варварские, вот это вот все выкорчевывали, все деревья, снимали вот эти вот плиты, все вывозили. Человек столько строил, как говорится, бабушка поливала, бабушка сажала, бабушка поливала вот эти вот деревья. Сейчас чуть не оставшийся на улице Абдуль Каракаш готовит все необходимые документы, чтобы отстоять свое право на имущество в судебном порядке. Представители американских спецслужб не исключают, что египетское подразделение исламского государства, провинция Синай, могла организовать катастрофу А-321 без согласования с руководством ИГИЛ. В то же время источники отмечают, что их предварительные выводы основаны исключительно на данных разведки, перехватившие разговоры боевиков. По-прежнему не проведена экспертиза обломков потерпевшего крушения российского самолета, поэтому делать однозначные утверждения о катастрофе по причине теракта еще рано. По данным американской разведки провинция, Синай могла устроить взрыв на борту самолета без согласования с высшим руководством исламского государства в Сирии, сообщает The Wall Street Journal. В то же время эти выводы далеки от окончательных, пояснил изданию американский чиновник, знакомый с информацией спецслужб. Много вопросов остается по поводу того, как произошла катастрофа, если была атака, добавил собеседник. В то же время источники издания отмечают, что официальных доказательств взрыва бомбы на борту А-321 пока нет. Все предположения относительно причины катастрофы в настоящее время основаны на обрывочных данных американской разведки и перехваченных переговоров террористов. Когда будет проведена экспертиза останков самолета компании «Кагалымавия», эксперты вполне могут прийти к другому выводу. По итогам курса повышения квалификации крымские имамы получили сертификаты гособразца. Курсы проводились в Москве с 29 октября по 6 ноября. Завершились выдачи сертификатов государственного образца. В этом году для повышения квалификации были направлены 4 имама из Крыма. Все они успешно прошли программу и удостоились сертификатов. Организаторами курса выступило Духовное управление мусульман Российской Федерации, Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский исламский институт. 14 ноября в 10 часов в соборной мечети имени Рифата Велюлла в Белогорске состоится большой праздник Курана, посвященный проходящим мечети образовательным проектам по религиозному просвещению населения. В рамках праздника учеников курсов чтения Курана в связи с совершением первого этапа программы почетно наградят экземплярами священной для мусульман книги. В свою очередь ученики, среди которых есть как дети, так и люди преклонного возраста, покажут свои навыки чтения Курана. Та демонстрирует небольшие инценировки, исполнит и ляхи, и хадисы. Преподаватель курса, учитель исламских наук, духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь Фериде Адулганиева рассказала, что готовится очень интересная программа. Ученики готовы показать приобретенные знания и поделиться своими впечатлениями. Вход на мероприятие свободный, приглашаются все желающие. В феодосийском поселке Приморский открыто пожарно-спасительное подразделение, которое в случае необходимости способно обеспечить помощью села, расположенные в восточной части муниципального округа Феодосия. Об этом журналистам сообщил начальник 4-го феодосийско-пожарного спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым Дмитрий Коваленко в ходе презентации новой части. По его словам, открытие нового подразделения позволит оперативно оказывать помощь населению. По словам главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова, ранее в Приморском пожарной части не было никогда. В Симферополе в последнее время участились случаи пожаров в частных автомобилях. Жители города уверены, это поджоги. Очередной случай произошел сегодня, 9 ноября, рано утром на улице Кичкемецкая. По данным очевидца, пожар заметили около 5 утра. 5 часов начало гореть, в 5.30 ее уже потушили. Кичкемецкая напротив МЧС, сообщает свидетель происшествия, разместивший фото в соцсетях. В комментариях симферопольцев выражают уверенность, что это один из участившихся в последнее время случаев поджога. В Симферополе уже порядка 15 машин сожгли, сообщают пользователи. В Джанкойском районе скоро начнется ремонт рухнувшего моста. В мае этого года в Джанкойском районе рухнул мост через речку Победная. Мост соединял с Джанкоем 7 сел, в которых проживает порядка 5 тысяч жителей. На восстановление автомобильного моста в Джанкойском районе выделено 30 миллионов рублей. В ближайшее время подрядчики начнут работы по его восстановлению. Об этом журналистам сообщил глава бюджетного комитета Госсовета Республики Крым Виталий Нахлупин. Глава Джанкойской районной администрации Александр Бочаров отметил, что в настоящее время жители добираются до города через объезд по временной гравийной дороге. В Симферополе состоялась церемония вековечения на мемориальной стеле крымчане-героя социалистического труда имени Энвера Алиева. Энвер Алиев родился 5 августа 1927 года в Симферополе. По происхождению крымский татарин. В Узбекской СССР проработал бригадиром механизированной комплексной бригады хлопкоробов. В 1973 году получил звание Героя социалистического труда. Кроме Энвера Алиева, еще три крымских татарина удостоились этого звания. Мустафа Чачи, Сидмимед Таиров и Нурифитиев. Энвер Алиев был депутатом Верховного Совета СССР трех созывов, также членом президиума Верховного Совета Узбекской СССР и делегатом 26-го съезда КПСС. В 1987 году Энвер Алиев вышел на пенсию и стал пенсионером республиканского значения. В апреле 1990 года переехал с семьей на родину в Крым, поселившись в селе Первомайском Симферопольского района. Мустафа Чачи, Сидмимед Таирова Совета Узбекской СССР. Свидетельство о рождении – документ, который выдается в качестве подтверждения факта рождения ребенка и государственной регистрации. Оно удостоверяет личность и подтверждает гражданство ребенка. В него вносится информация о фамилии, имени, отчестве ребенка, дате его рождения, родителях и другие данные. В Российской Федерации в документе также существует графа «Национальность родителей». Таким образом, у представителей различных народов Крыма появилась возможность записывать национальность ребенка и отчество согласно их традициям. Семья Осановых, одна из первых на полуострове, воспользовалась этим правом. Радостное событие в этой семье произошло 2 сентября 2015 года. У них родилась дочь Осие. Я с удивлением для себя обнаружил, что в бланке есть графа, которая называется «Национальность родителей – отца и матери». Я заполнил, так как я считал нужным, то есть я крымский татарин, жена крымская татарка. Отчество нашей дочери я присвоил в соответствии с нашими обычаями и традициями. То есть она стала Осанова Осие Айдер Кызы. Отчество у современных крымских татар появилось во времена принятия ислама. Оно образовывалось от имени отца с добавлением «Оглы сын» или «Кызы дочь». К примеру, Айшаджимиль Кызы – Адиль Айдер Оглы. Но под влиянием советской власти еще в начале прошлого века стали активно искажаться крымско-татарские личные имена. Таким образом, была утеряна традиционная формула совокупного именования. В результате оформлялась по русской формуле. К имени отца вместо «Оглы» или «Кызы» стали добавлять «Ович», «Евич», «Овна», «Евна». В 30-е годы в нашем языке появилось много русизмов. Таким образом, постепенно стиралась историческая и национальная память народа. Отрадно, что сейчас мы начали возрождать наши традиции. Указом президента Владимира Путина от 21 апреля 2014 года был принят комплекс мероприятий по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению репрессированных народов Крыма. Ссылаясь на этот указ и Конституцию Российской Федерации, Айдер Ассана в течение двух недель смог урегулировать все формальности и записал отчество дочери в соответствии традиций крымско-татарского народа. Желающим возродить традиционную форму имени Айдер Бей дал несколько советов, упрощающих процедуру оформления. Меня радует одно, что крымские татары идентифицируют себя именно как крымские татары и желают так же сделать. Мы это видели в ЗАГСах. Поэтому я готов помочь в следующем. Пишите заявление, приходите в ЗАГС. Здесь перечислены все законы, начиная с Конституции России и заканчивая федеральным законом об актах гражданского состояния, указами президентов, где подробно регламентируется этот порядок присвоения отчеств и написания крымских татар в виде национальности. Возрождение традиционной формы имени является одной из важных компонентов традиционной духовной культуры народа. Это свидетельство его этногенеза, истории, религии и культуры. Они способствуют национальной самоиндентификации и объединению крымских татар. Если все молодые родители захотят вернуться к старым именным формам, то можно надеяться, что следующие поколения крымских татар будут именоваться так, как их деды и прадеды. Альша Шулакова, Умир Мустафаев, Хаберлер Милет. Крым – одно из уникальнейших мест. В любой части полуострова можно обнаружить исторические находки. С давних времен, являясь центром ярких событий, Крым таит в себе множество загадок. И для того, чтобы разгадать эти загадки, в Крыму на протяжении многих десятилетий проводятся археологические экспедиции. Недавно студенты исторического факультета Крымского инженерно-педагогического университета завершили восьмую археологическую экспедицию. По традиции экспедиция проходила в первой столице крымского улуса – легендарном Салхате, ныне город Старый Крым. В итоге экспедиции на данный момент обработаны еще не полностью, но уже мы можем говорить о некоторых ярких моментах. Но в первую очередь мы, по сути, завершили археологические исследования на медресе Старого Крыма. Мы закончили работы за южной стеной этого медресе, где работы у нас продолжались два сезона – позапрошлый и вот этот. Локализовали Средневековую улицу. Ну и закончили буквально вот в этом году с конструкциями, с постройками времен до строительства самого медресе. Там было обнаружено несколько хозяйственных ям, колодцы, два, если быть точным колодца, был обнаружен очень яркий такой тандыр, давший много находок интересных, и какое-то строение, которое мы пока точно обозначить не можем, поскольку большая его часть приходится на соседнее домовладение, и, к сожалению, там сейчас работы продолжить нельзя. И вот эти колодцы, мы уже можем говорить о том, что они либо водосборные, либо для сброса. Но так или иначе, проблема гидротехнических сооружений для Старого Крыма, она очень была важна, поэтому наши работы в этом плане дадут в ближайшее время такие хорошие перспективы. Руководил экспедиции преподаватель исторического факультета Крымского инженерно-педагогического университета Эмиль Сейдалиев. По его словам, эта экспедиция проводится в Старом Крыму уже на протяжении 4-5 лет и длится 4 недели. Второй участок, на котором, нам кажется, были проведены достаточно значительные исследования и получены пока первоначальные, но очень хорошие результаты, это Кенаса, либо Синагога. Мы пока точно не знаем, у кого назначение этот храм. В южной части Старого Крыма она была обнаружена достаточно давно, но работы на ней ранее не велись. И вот мы в этом году впервые заложили несколько квадратов в одном раскопе и смогли действительно подтверждение тому, что это либо Кенаса, либо Синагога. Поскольку мы обнаружили фрагмент камня от алтарной виночасти с письменами иудейскими. Обычно в экспедиции принимают участие студенты первого курса исторического факультета. По их словам, экспедиция была очень интересной и увлекательной. Во время практики было найдено множество интересных и ценных для исторических экземпляров. Допустим, монгольское кольцо для натяжки тетивы, найденное лично мною. За время экспедиции первой находкой являлась хозьяма. Это некая, скажем, древняя свалка, на которой часто можно найти что-то действительно ценное. Допустим, разбитую черепицу и следы керамики, которые позже можно восстановить и реставрировать. Также было найдено большое количество монет. В течение всех восьми экспедиций было обнаружено множество интересных находок. Чаще всего это куски керамики. Кроме того, находятся и другие археологические экспонаты, которые свидетельствуют о том, что старый Крым был торговой столицей крымского Улуса. Все находки и информации о них хранятся в музее Старого Крыма. Рядом с мечетью, медресе, были обнаружены погребения. Причем тоже очень интересная ситуация стратеграфическая. Мы четко фиксируем слои до существования медресе. Возможно, времени существования медресе и кладбище, которое, скорее всего, появляется уже в период существования медресе и чуть позже. Захоронения действительно были обнаружены. А это захоронения в основном взрослых людей уже совершены. Они были по мусульманскому обряду, совершенно точно. И одно из интересных, на мой взгляд, находок, это, например, два стеклянных браслета на руке одного из погребенных. Мы знаем, что по мусульманскому обряду это не принято. А здесь, видимо, эти браслеты либо не смогли снять, либо они были настолько этому человеку памятны, что их не сняли. Да, два стеклянных браслета, красивых таких с пастом стекла, белого и зеленого. Синхрон. Участники археологической экспедиции жили в палатках. Там для них провели и интернет, и воду. Конечно же, эти условия облегчили жизнь в палаточном городке. Участники, как истинные экспедиторы, готовили еду на костре и, живя в палатках, провели свою летнюю практику. Адилет Упчи, Алишер Алимов, телеканал «Милет». В Симферополе прошел первый фестиваль молодежного творчества «Крым в моем сердце». Организатором фестиваля выступило Министерство образования, науки и молодежи Крыма. К участию в фестивале были приглашены жители Республики Крым, граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Общее число участников составило 6 тысяч человек. Я думаю, что это хороший старт к тому, чтобы каждый год проводить подобные фестивали. Объединять молодежь разных национальностей, разных направленностей, чтобы все мы вместе делали будущее нашей Республики Крым. Мероприятие прошло на площадках вокруг Дворца детского и юношеского творчества, бывший Дворец пионеров. В рамках фестиваля были организованы соревнования по армрестлингу, акробатическому велосипеду, мастер-классы по изобразительным видам искусства. Вот такая прекрасная картина получилась на фестивале, изображенная на батике, которую мы посыпали солью. Татьяна, что здесь изображено? Это картина «Крым в моем сердце», на которой я пыталась показать всю свою любовь к нашей Родине, к нашему Крыму. Скажи, пожалуйста, а что за краска здесь нарисована? Это специальные краски для батика, которые потом можно термозакрепить, и они больше не состираются. То есть эта картина может стать настоящим флагом. Были представлены также работы известных крымских художников различных направлений. Шевкет Кишвединов, будучи молодым художником, представил свои работы в черно-белом цвете. На первый взгляд его картины имеют глубокий смысл. Для меня этот фестиваль – еще одна возможность познакомить зрителя со своими работами и в очередной раз сказать большое спасибо моему педагогу Зинченко Анастасии Михайловне за то, что много-много лет она вкладывает своих учеников в меня в частности. И сегодня мы можем показать свои работы, которые делались в ней какое-то время назад сообща. Большое ей спасибо. Анастасия Зинченко, будучи художником и педагогом Дворца пионеров, и просто гостем мероприятия, осталась в восторге от увиденного на фестивале. Очень здорово, что проводится такой фестиваль. В этом году он уже более масштабный, чем был в том году. И я как преподаватель данного центра с огромной гордостью могу представить своих учеников, которые закончили нашу изо-студию, закончили другие специальные высшие учебные заведения. И вот в частности Шевкетки Швединов, он уже сам выставляет и работает над проектом. На фестивале участвовали ребята со всего Крыма. Очень ритмично выступали детские музыкальные коллективы. Вниманию гостей были представлены также работы мастеров золоташвейства. К словам участницы фестиваля Зимфиры Аблязизовой, она готовилась к этому мероприятию один год. На выставке представлены работы, выполненные в старинной гранатарской вышивке махлома. Махлома, букмеха, снах, в рисунках изображен гранатарский старинный орнамент, такие как древо жизни, различные другие орнаменты. В конце первого этапа фестиваля всех участников наградили грамотами, дипломами, медалями, почетными призами. Скоро пройдет второй и третий этап фестиваля. После чего будут объявлены окончательные победители, которые будут оглашены 8 декабря в Симферопольском драматическом театре. В Москве состоялась презентация поэмы «Сельсибиль» известной крымско-татарской поэтессы Эльвира Капнист. Мероприятие организовала Московская диаспора крымских татар. Крымским читателям поэму, вышедшую отдельной книгой, представили в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского. Поэма описывает жизнь одного из самых известных крымских ханов Крыма Гирея и его возлюбленной Зинеп. В Симферополе во Дворце культуры профсоюзов состоялась уникальная выставка-ярмарка предметов декоративно-прикладного творчества. Вниманию гостей были представлены подделки мастеров достойного освещения. Изделия с кожи, глины, стекла выполнены в самых разных техниках, а также кружевоплетение, бисероплетение, ручное ткачество, вышив, роспись по ткани, лоскутное шитье, керамические свистульки, текстильные интерьерные игрушки. Каждое изделие уникальное и неповторимое, так как выполнено в единственном экземпляре. Свои изделия на выставку-ярмарку привезли мастера из разных уголков Крыма. Многие из них поделились секретами своего искусства. Мы работаем со стеклом, это техники фьюзинг. Эта техника зародилась в Германии в 90-х годах прошлого века. Сначала создается эскиз изделия, вырезается из обычного листового стекла, потом собирается как аппликация в детстве, вот все работали с бумагой, с тканью, собирается узор. Выполняется запекание при температуре 800 градусов в течение 6,5 часов. По словам организаторов, проведение мероприятия способствует популяризации продукции и усток крымских товаропроизводителей, расширении и укреплении их коммерческих связей, также привлечении интереса как людей старшего поколения, так и молодежи. Сегодня мы проводим выставку-ярмарку предметов декоративно-прикладного творчества мастеров Республики Крым. Цель нашего мероприятия – показать, насколько в Крыму у нас много творческих людей, ремесленников. Все эти люди в своих работах отображают свою культуру и национальные обычаи. Сегодня мы в ДКП проводим наше мероприятие впервые, но по реакции посетителей мы понимаем, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще и в гораздо больших масштабах. Гости и жители Симферополя смогут посетить следующую выставку, которая пройдет накануне Нового года. Программа мероприятия будет более насыщенная, пройдет концерт, мастер-классы народных умельцев и многое другое. Эльвира Абдурашитова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Ожившее солнце в Ultra HD стало хитом в интернете. НАСА опубликовало завораживающие кадры солнечной активности в формате ультравысокой четкости. Ученые запечатлили происходящее на поверхности светила. Солнечные вспышки показаны в невероятно высоком разрешении. Кадры были сделаны в обсерватории солнечной динамики НАСА в цветовом диапазоне, недоступном человеческому зрению. Ученые показали гигантскую дыру на Солнце. Ранее видео о том, как черная дыра поглощает звезду, также стало хитом в интернете, набрав почти 3 миллиона просмотров. Напомним, что НАСА отметила пятилетний юбилей запуска космической обсерватории, солнечной динамики, публикации видео с самыми интересными наблюдениями Солнца. Надо же, насколько продвинулись технологии, теперь мы можем наблюдать за космическими процессами, сидя дома. Просто невероятно. В Крыму настоящая осень с дождями, лужами и грустным небом. Сколько продлится такая погода, надолго ли она на полуострове? Ответ знает гидрометцентр России. Завтра в Крыму снова облачно, ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный 5 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 12 градусов тепла, ночью опустится до отметки плюс 3. Такая погода продержится до пятницы, так что не забывайте зонты и больше пейте согревающих напитков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова